Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что ж, наверное, последний информационный блог в 2022 году, и я рад, что могу обратиться к вам сегодня. В первую очередь, хочу пожелать вам всего наилучшего в наступающем 2023 году. Хотелось бы, чтобы он был поспокойней, чтобы закончилась война в Украине, чтобы больше мы не переживали о том, что гибнут, страдают люди, столько беды, горя, несчастья. Хотелось бы, чтобы родные и близкие смогли вновь встретиться. И даже если кто-то решил остаться в другой стране для того, чтобы там жить постоянно, он мог спокойно возвращаться в свою родную страну, для того, чтобы иметь общение с друзьями, родными и близкими. Пускай Бог услышит наши молитвы, чтобы беды и страдания по всему миру прекратились. Конечно, я понимаю, что это в какой-то степени утопия, но все же я верю, что Божья рука способна даровать, хоть кратковременно, но даровать мир и покой на этой грешной земле. А конечное желание, конечно же, чтобы в конце концов Христос вернулся и воцарилось тут Его Царство. Тогда уже точно не будет больше ни горя, ни слез, ни боли, ни страдания. Всего вам наилучшего, дорогие друзья, в наступающем 2023 году. Перейду к информации о субботнем служении. Как мы уже раньше объявляли, в эту субботу у нас будет торжественное служение утром, и нам очень хотелось бы, чтобы все те, кто на месте, кто никуда не уезжает, приняли в нем участие. Поэтому, если вы еще не определились, будете ли вы рассказывать стихотворение, петь песню или играть на музыкальных инструментах, у вас, по сути, сегодня последний день для того, чтобы определиться. Пожалуйста, сообщите о вашем желании принять участие руководителю музыкального отдела Любе Литвинюк, и мы с радостью включим вас в новогоднюю программу. Вечером же у нас была идея организовать праздник Нового года для всех тех, кто не нашел для себя, скажем так, круг друзей, где они могли бы это сделать. Но ко мне обратились только три семьи. Наверное, это значит, что большинство из вас все же нашли для себя круг людей, которым вы хотели бы провести Новый год. Если же это не так, то давайте сделаем таким образом. Сегодня будет последний день для того, чтобы вы могли зарегистрироваться для Нового года или встречи Нового года здесь в церкви. Поэтому, пожалуйста, напишите мне сообщение, что мы такие-то, такие-то, такая-то семья, настолько-то людей, мы бы хотели тоже принять участие в этом новогоднем празднике. Если у нас соберется чуть больше людей, ну тогда мы обязательно организуем этот праздник для всех нас. Ну, наверное, это все. Пока что на этом все объявления заканчиваются. Праздники. Желаю вам всего самого наилучшего еще раз. И в заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Салон 32, 1-й, 2-й стихи. Ну и 3-й стих. Радуйтесь, праведные, о Господе. Честным подобает Его хвалить. Под арку хвалите Господа. Играйте Ему на лире десятиструнной. Пойте Ему новую песнь. Играйте искусно от радости восклицая. Пускай в наше сердце будет наполнено радостью и хвалы Богу за все то, что Он делал для нас и делает в этой жизни. Еще раз, Божьих вам благословений, дорогие друзья. До встречи в субботу на благослужении или же в прямом эфире.